Продолжаем тему с нашими сегодняшними гостями, президентом мотобольной команды «Металлург» Валерием Нефантьевым и вратарем команды Алексеем Семеновым. Здравствуйте, друзья! Добрый день! Спасибо, что пришли к нам на эфир. И первый вопрос, Валерий Григорьевич, к вам. В прошлом году команда завоевала Кубок России, а вот с чемпионатом России как-то не задалось. Как в этом году настроена команда? Исторически повелось. «Металлург» всегда, я всегда говорю, с легкой руки Павла Федоровича Гаевского бороться только за первое место. Поэтому мы, конечно, стараемся и готовимся всегда бороться за первое место. В этом может быть, кстати, и прелесть спорта, что непредсказуемо. Как у нас говорят, мяч круглый, поле ровное. Кому, куда он покатится, кто его забьет, а кто его не пропустит, от этого зависит результат. Ну, конечно, будем стараться вернуть себе звание. Ну, «Колос» впервые стал чемпионом России, а «Металлург» стал бы 35-й раз. Поэтому, с одной стороны, приятно за ребят, но мы не привыкли, конечно, к таким поражениям. Вот кроме упомянутой вами команды, вообще как оцениваете других конкурентов? Ну, уровень команды спортивного мастера все-таки растет. Агрокомплекс, он все время, вот, агрокомплекс уже в тройке, ну, где-то лет 10. И вот-вот-вот-вот должен, должен. Уже с «Колосом» он в ничью играл, с нами, правда, еще не играл в ничью, а тем более не выиграл. А с «Колосом» уже у него были ничьиные результаты. Поэтому, я думаю, будет подрастать команда. «Комета» хорошая, «Кущевская» команда тоже прогрессирует. У них юноши, чемпионы России были несколько раз. То есть, есть запас, есть смена ведущим «Аэрокам». Ну, и самое главное, при большой конкуренции выигрывает, прежде всего, зритель. Потому что ему будет смотреть куда интереснее. Ну, Алексей, а вот вы как поддерживаете слова президента? То есть, насколько команда действительно готова? И самое главное, каков моральный настрой на будущий сезон? Ну, естественно, как сказал Валерий Георгиевич, «Металлург» – это та команда, которая исторически привыкла бороться за самые высшие места. И кроме как о победе, для нас речи не идет. В каком бы соревновании мы не приняли бы участие. А вот не давит вот эта вот ответственность, что требует только самого-самого лучшего? Морально не подкашивает, скажем так? Или наоборот, как-то к новым победам? Ну, я тут могу, наверное, только за себя говорить. В начале, так сказать, своей карьеры, в середине, это давило. Сейчас, наверное, не давит. Научился просто получать уже удовольствие от процесса, так скажем. Это приносит удовольствие, это нравится. Ну, это, наверное, самое главное. Кстати говоря, об удовольствии. Я знаю, что вы воспитываете уже такую плеяду, скажем так, продолжателей этого славного дела, победителей, в том числе вратарей. Расскажите поподробнее. Да, ну, в прошлом сезоне у меня был только один сменщик молодой, Данила Усов, 19-летний. Вот сейчас вернулся Дергунов Илья, он был на срочной военной службе, восстановился в рядах Металурга, так скажем. И вот сейчас еще из команды юношей Олег, паренек тоже подходит на тренировки, к нам 16-летний, такой, ну, хороший, мячей не боится, резкий прыгает. То есть, ну, опять же, хорошо, когда у ребят сейчас такая небольшая разница в возрасте, у них между собой будет, естественно, конкуренция очень большая. Вот сейчас из них, ни у кого из них нет каких-то явных преимуществ, вот, ну, и мне все-таки полегче становится немножко на тренировках, потому что такой большой объем работы уже становится сложно, ну, перелопачивать. Валерий Игоревич, а в этом году Кубок России где будет проходить и сколько команд будет участвовать? Кубок России будет проходить в Епатова, Ставропольского края, с 1 по 8 мая. Участвовать будут 7 команд, которые принимают участие в чемпионате России, поэтому, естественно, Епатова будет у себя на родине постараться, но мы тоже будем стараться. Я думаю, ребята забьют, а Алексей не пропустит, поэтому будем биться. Ну да, традиционно все-таки, да, на домашнем поле как-то и сил побольше. Я думаю, вам стоит обратиться к нашим зрителям, да, так сказать, лично пригласить их на те игры, которые будут уже в ближайшее время. Ну, дорогие зрители, вы знаете, в конечном итоге спортсмены играют для вас, показывают свои максимальные возможности именно для зрителей, чтобы вы получали удовольствие из-за того, что вы приходите на стадион «Металлург» и что вы болеете за команду. Поэтому приходите, пожалуйста, первая игра состоит в эту субботу, 22 апреля в 17 часов на стадионе «Металлург». Мы принимаем команду «Кировец» из станицы Полтавска, Краснодарского края. Ну что ж, хорошо, я надеюсь, что трибуны, как всегда, будут полны. Вам спасибо, что пришли к нам на эфир, ну и, конечно же, удачи. Спасибо. А я напомню, что мы беседовали с президентом мотобольной команды «Металлург» Валерием Нефантьевым и вратарем команды Алексеем Семеновым. К другим новостям.